Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому и Истинному! Дорогие друзья, ни в ком уном нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надвижало бы нам спастись. Слава навеки Богу Истинному, возлюбившему мир и отдавшему Сына Своего за нас! Сегодня, дорогие друзья, 6 июля 2015 года мы отмечаем 600-летие со дня кончины, мученической кончины, предтечи, великого предтечи, великой реформации 16-го столетия. За 100 лет до начала Великой Реформации и начала такого обновления мирового христианства, Ян Гус поднял знамя Реформации и 6 июля 1415-го оборвалась его жизнь мученически за Христа, за Слово Божье, за Евангелие Христово. Он отдал свою жизнь и погиб тогда на костре инквизиции, и эта ужасная казнь была одним из чудовищных злодеяний религиозно-мафиозной коррумпированной структуры тогдашнего исторического христианства. И, к сожалению, не всегда Бог и Христос, и Дух Святой, и Библия равны Церкви. И не всегда Церковь, к сожалению, она есть то же самое, что и Бог, и Христос, и Библия. Не всегда Христос глава Церкви, и не всегда Церковь имеет главенство самого Иисуса Христа. Очень часто и каждый из нас, каждый из христиан делает в жизни ошибки различные, отступает, делают какие-то вещи, что на самом деле являются ошибками, промахами, грехами. И также и по местной церкви, и бывает, что даже и большая часть исторического христианства, фактически вся Церковь так или иначе уклоняется во всевозможные ереси, заблуждения и огромный такой многовековой период великой деформации мирового христианства, сменившейся опять столетия назад в Великой Реформации, эпохой Великой Реформации и обновлении мирового христианства, знаете ли, имел такого своего глашатая истины, того, кто действительно одного из тех, кто призывал народ Божий, призывал церковь христианскую к покаянию. Янгус, он действительно стал притечи Великой Реформации. Еще за сто лет до начала Великой Реформации, еще за сто лет до Лютера, он поднял уже это знамя Реформации. И когда Мартин Лютер, однажды перечитывая проповеди учения Яна Гуса, значит, он воскликнул однажды, да мы все гуситы, и на самом деле мы все гуситы. И сегодняшние также мы православные обновленцы, реформаторы, мы тоже гуситы. Потому что действительно Янгус стал отцом Реформации, и он много потрудился для того, чтобы Слово Божье звучало на понятном людям языке, чтобы люди обращались к Богу Живому, к Иисусу Христу, как к Спасителю Своему, а не к Богородице или к другим умершим святым или к ангелам. Янгус провозглашал ту библейскую истину, которая действительно является не новой какой-то истиной, а хорошо забытой старой, и сегодня которой мы также провозглашаем обновленцы 21-го столетия уже, что ни в ком оно нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Мы не молимся Янгусу сегодня, как и не молимся другим умершим святым, или матери Иисуса Христа Марии, или другим умершим святым. Также и к Янугусу мы не молимся, или к Мартину Лютеру, или кому-то еще. Из обновленцев можно вспоминать. В календаре нашей Церкви Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя есть имена и Александра Веденского, и Антонина Грановского, Александра Боярского, но мы им также не молимся, потому что написано Павлом было еще в послании к Тимофею, 2 глава 5 стихом написано было, ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. И сам Христос сказал, что Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только лишь через Меня. Через Иисуса Христа действительно мы приходим к Богу, не через Яна Гуса, не через Мартина Лютера, не через Марии и Матери Иисуса Христа, не через других умерших святых или ангелов, нет, ни в коем другом нет спасения, кроме Иисуса Христа. И Павел Апостол пишет Коринфянам в первом своем письме, в 3 главе 11 стихе, никто не может, он пишет, положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. И это вера апостольская, это вера христианская, это вера истинная, на которую сегодня миллионы христиан разной конфессии, динаминации, юрисдикции, разных направлений, традиций исповедуют как веру библейскую, веру евангельскую, веру апостольскую. И сегодня мы, православные христиане, также исповедуем веру эту евангельскую, библейскую. И на предстоящем соборе 12 июля, вот уже в следующее воскресенье, будет как раз идти речь также и о задачах современной реформации, о некоторых таких насущных, о таких нуждах современной реформации 21 столетия. Потому что действительно не только мы православно нуждаемся в реформации, в обновлении, но и все тело Христа, все мировое христианство так или иначе обновляется, реформируется, и должно реформироваться, должно реформироваться. Как говорил еще в третьем столетии, через 200 лет после начала истории христианства, Киприан Карфагенский, святитель, лидер не только североафриканского христианства, но и один из лидеров тогда мирового христианства, Киприан, святитель, сказал так, церковь непрестанно реформируется. И действительно, не просто обновляется даже, а именно реформируется. И реформация, это не выдумывание чего-то нового. Как и Янгуз, он не выдумывал что-то новое. Реформация, это возвращение к старому, к хорошо забытому старому, порой, увы. Реформация, это покаяние церкви и покаяние каждого из нас. Есть деформация, есть реформация. Только лишь два пути перед нами. Статично невозможно стоять на месте. Диалектика, господа. И, в общем-то, в этом мире, в этой жизни земной нет ничего статичного, нет ничего, что могло бы быть, например, нами достигнуто и так навеки и сохранено. Ни в коем разе. Мы движемся либо вперед, либо назад. И, как вот в одной группе было сказано, значит, евангельской, ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед с Иисусом вместе. Слава Богу. И покаяние, как ни странно, это возвращение, как бы, к истокам, назад. Но это, на самом деле, движение вперед. Вот, и удивительно, но деформация, деформация, это деградация церкви. И сегодня, к сожалению, вот это многобожие, характерное, очень характерное, к сожалению, для традиционалистского такого православия, такого, ну, обычного такого, как бы, православия, нереформированного православия, оно настолько стало привычным, что сегодня для не только обывателя, но и вообще для миллионов-миллионов христиан, когда говорим о православии, сразу вспоминают, ну, вы молитесь к Богородице, к святым, к умершим, к ангелам. Я говорю, нет, 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 мы не молимся уже, слава Богу. Мы молимся только лишь к Богу, как им должны молиться все христиане, независимо от конфессии, православные, протестанты, католики, как бы мы ни именовались, мы должны быть в первую очередь христианами. И христианами не бесовской какой-то веры, не какой-то душевной, не какой-то еще веры, а христианами евангельской, библейской, апостольской веры. И так как верили первые апостолы и провозглашали истину евангельскую, так же и сегодня мы, христиане 21-го столетия, провозглашаем ту же самую древнюю апостольскую веру, слава Богу. Слава Богу за тех, что герои веры, что несли знамя Евангелия. И Янгус действительно это один из тех, о ком можно сказать словами апостола в повстании к евреям сказано, поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божье. И говорится, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. А дальше говорится, Иисус Христос вчера и сегодня, и вовеки тот же. И действительно, Иисус Христос, тот же Иисус Христос, Он и сегодня здесь с нами, Он сегодня среди нас, Он сегодня в нас верующих. И сегодня Господь Иисус Христос также совершает великие деяния Свои через нас, верующих. Слава Богу, слава Иисусу Христу. И пусть Господь Бог благословит нас. Сегодня, вот 6 июля, отмечая 600-летие уже со дня смерти, блаженной кончины, мученической кончины, потому что Янгус ушел как именно мученик на небеса, за Слово Божье, за Евангелие Христово. Так вот, и вспоминая этого героя веры, мы не Ему воздаем славу, никому-то еще, нет, мы воздаем славу всемогущему нашему Богу. И благодарим Бога всемогущего во имя Господа Иисуса Христа за то, что и сегодня Он, как Господин жатвы, высылает своих делателей на жатву свою, жатву последнего времени. Слава Богу! И в разных конфессиях, в разных динаминациях, в разных юрисдикциях, в разных традициях христианских, сегодня возрождается то, что еще при Яне Гусе начинался процесс, то, что мы называем сегодня христосентричностью. То есть взираем на начальника веры и совершителя веры, вновь мы возвращаемся к нему и взираем на него, на Иисуса Христа, потому что ни в коем другом нет спасения. Потому что наше исцеление, наше освобождение в Иисусе Христе, в имени Иисуса Христа. Слава Богу! Дорогие друзья, и сегодня воздаю Господу всю славу и честь, сегодня благодарю Бога и вспоминая Яну Гуса, сегодня молюсь за всех вас, гуситы, дорогие друзья, за всех вас, христиане, за всех вас, тех, кто уже несет Евангелие Христово, кто действительно наполняется, наполнен Богом и несет Господа в массы, и несет Господа в этот мир, страждущий, погибающий мир, который так нуждается в спасении. А спаситель мира – это Христос. Слава Богу! И сегодня также молюсь о тех, кто еще не пережил духовное свое спасение, возрождение, покаяние. Господь да благословит вас, обратиться к Нему от всего сердца. Раскайтесь в своих грехах, призовите имя Иисуса Христа и скажите, Иисус Христос, вводи в мою жизнь, Ты мой личный Господь и Спаситель, потому что Ты умер за всех нас, но Ты умер лично за меня, лично за мои грехи. И примите эту жертву, Божью любовь, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Ненародного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Слава Богу! Дорогие друзья, благоставляю всех вас, и снова и снова, паки-паки, говорю о предстоящем соборе, вот в эти дни, 12 июля, если вы будете в столице, здесь в Киеве, то, пожалуйста, придите. Все информации есть в социальных сетях, и на наших сайтах, и в блогах. Так что, это улица Затышная, это улица по-русски Уютная, 7-Б, третий этаж. Пусть Господь Бог благословит всех вас во имя Иисуса Христа. С миром Божьим, Сергей Журулев, архиепископ Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. 6 июля 2015 года. Аминь. Слава Богу! Благословляю всех вас, друзья. Слава Иисусу Христу! Слава Богу!